МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как оценили выступления Анны Филипчук на детском Евровидении? Барнаульские зрители. Из-за холода в классах в Колопоновской школе Шипуновского района сегодня отменили занятия. Коллективное письмо с сигналом о помощи инициативные сельчане разместили в сети интернет. Всего в учебном заведении обучается около сотни детей. Чтобы не замерзнуть, ученики и преподаватели вынуждены сидеть в классах в верхней одежде и сокращать уроки до 30 минут. В другие дни, когда совсем холодно, так и вовсе до 20. Причиной ЧП оказался сбой в системе отопления. Хотя сильных морозов еще не было, возмущаются сельчане. Родители рассказали, что трубы ремонтировали почти всем селом. Финансовой помощи от властей района так и не дождались. Как стало известно корреспондентам наших новостей, чиновники решили отменить все сегодняшние занятия в школе из-за низкой температуры в классах. Ситуация пока до конца не решена, но вопрос находится на контроле в администрации Шипановского района. Буквально неделю назад, в выходные дни, субботы и воскресенья, там проводились ремонтные работы. Постараемся как можно быстрее решить это прохождение. Ну а вот в Змейногорск вернулись тепло и вода. Напомним, город был отрезан почти двое суток. Причина массового отключения в работах по замене 100 метров магистральной трубы водозабора. Причем работы эти были плановыми. Почему их проводили именно в ноябре, местные власти так и не объяснили. Холодная вода в домах жителей Змейногорска исчезла в четверг утром, а вскоре отключили котельные города, так как опустили водные резервуары. К выходным температура в квартирах горожан опустилась до 10 градусов. Восстановили воды и теплоснабжение только в субботу. В Заринске шквалистый ветер повалил огромную металлическую трубу ТЭС. Конструкция сложилась будто картонная. К счастью, обошлось без жертв. Строение не задеты. Труба была резервной и во время происшествия ее не эксплуатировали, так что на теплоснабжении города обрушение никак не сказалось. По сообщению местных журналистов, сейчас на предприятии говорят о полном демонтаже конструкции. Опоздание мусоровозов, отсутствие четкого графика, неопределенные точки сбора. Бейские депутаты раскритиковали работу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Вопросов и претензий к мусорщикам у народных избранников довольно много. И в основном все они касаются организации работы с жителями частного сектора. К какому общему мнению пришли стороны, расскажем далее. Полгода готовились и в итоге оказались не готовы. Мусорная реформа началась в Бейске в ноябре. И по большому счету для жильцов многоквартирных домов ничего не поменялось. В их распоряжении по-прежнему контейнеры и мусоропроводы. А вот бейчанам, которые живут в частном секторе, повезло меньше. Их лишили возможности пользоваться личными баками. Теперь выносить мешки с отходами положено раз в неделю. Стоит у меня контейнер. Его не вывозят. А диктуют мне правило выходить куда-то через улицу в короткое время суток, во-первых, зимний период. Я человек, как бы, работаю на работе. И у меня даже... Я не буду пускать там ребенка или куда-то идти через улицу темное время суток. Вопрос в этом. Почему нам диктуют условия? Мы платим за эту услугу, правильно? По закону региональный оператор должен приступить к своим обязанностям не позднее января будущего года. Однако в Бейске коммунальщики начали обкатывать новую систему заблаговременно. При этом не имея на руках утвержденных администрацией схем маршрутов и не дав населению четких инструкций. Качество услуги оставляет желать лучшего. Так мы поперед, батьки, в пекло пошли. То есть еще не отработали схему, еще не договорились до конца с жителями, не объяснили до конца этим жителям, как нам сегодня работать с мусором. Уже начинаем взимать деньги с них. Администрация разрешила сбор денежных средств, не подготовив оператору маршруты сбора мусора. И при этом сегодня кто крайний? Администрация говорит оператор, оператор говорит администрация. Возникли у депутатов вопросы и по формированию тарифа заказаны региональным оператором услуги. Сумма одна, как для владельцев частных домов, так и для жителей многоэтажек. При этом условия оказания услуг абсолютно разные. У нас жители МГД получают за 36 рублей 12 копеек эту услугу в доступе круглосуточно. Жители частного сектора за эти же деньги получают эту услугу раз в день, в неделю на 10 минут, когда приезжают мусором. И то где-то там на соседней улице. По словам рекоператора, сейчас мусоровоз ездит по старым маршрутам. Ничего нового они не выдумывали. И коммунальщики даже готовы вывозить мусор из индивидуальных баков. Главное, чтобы они были установлены согласно букве закона. А что касается тарифа, то в Бийске он мог быть и меньше. В Бийской зоне всего находятся два полигона ГРОшных. И поэтому весь мусор должен вестись туда. За счет пробегов на частных, то есть населенных пунктов, деревень, за это у всех единый тариф. Получается, город платит за те пробеги. Да, за жителей, ну как бы, как сказать, районных, да, населенных пунктов, да, да, да. Больше часа длилась полемика народных избранников, городских чиновников и мусорщиков. Депутаты предложили рекоператору не брать денег с жителей. За оказанные услуги до тех пор, пока не выработается четкая схема взаимодействия. Однако согласие на это в зале не прозвучало. Зато пришли к общему мнению, что дорабатывать имеющиеся механизмы необходимо в срочном порядке и до Нового года закрыть все спорные вопросы. 29 миллиардов рублей. Такую сумму в следующем году собираются направить на зарплаты жители региона. Сегодня журналистам озвучили новую редакцию законопроекта краевого бюджета. Министр финансов Владимир Притопов подчеркнул, что в процессе длительного обсуждения расходы на оплату труда бюджетников выросли. Первое место занимает в объеме расходов. И по сравнению с первоначальным бюджетом, который планировался, она увеличится на 11%. В окончательной редакции законопроекта зарплаты – самая большая часть расходов. Налоговых поступлений в следующем году ожидают больше на 2 миллиарда. В основном за счет налога на доходы физических лиц. Вырастет и помощь федерального бюджета. В целом эти деньги пойдут на дорожный фонд, помощь малому и среднему бизнесу, соцподдержку, сельское хозяйство, где обещают сохранить и увеличить субсидии. Напомним, что в четверг депутаты законодательного собрания рассмотрят бюджет во втором чтении. Жители краевой столицы возмущены тем, что во дворе Барнаульской многоэтажки построили платный каток. Деньги за лед, рассказали горожане, здесь берут уже третий год подряд. В управляющей компании «Обслуживающий дом» заявляют, что все по закону. Но людей цена за лед не устраивает. Почему общедомовое имущество попало в частные руки, разбиралась Валентина Аскерова. Выход на лед всего 50 рублей, гласит табличка. Платный каток находится во дворе дома на Бласихинской, 81, и уже не первый год является чем-то бизнесом, говорят люди. По их словам, управляющая компания, якобы без согласия жильцов, сдала объект в аренду частному лицу. Почему каток залили во дворе многоэтажки и за что берут деньги, люди не понимают. Ведь у катка даже нет раздевалки, детям приходится перебываться прямо на морозе. Я считаю, что он должен быть бесплатным. У каждого родителя, мне кажется, у детей и у взрослых есть свои коньки. Они пришли бы и покатались с удовольствием. А не каждый может позволить себе, если, например, семья из троих человек заплатить 150 рублей. Это очень дорого. Впрочем, мнение жителей разделились. Некоторые не видят ничего плохого в таком виде бизнеса. Я считаю, что это же тоже затратное дело, так как и вода, и свет, они оплачиваются. Кто-то же должен за это платить. Представители управляющей компании пояснили, что каток работает совершенно законно. По их словам, он официально сдан в безвозмездное пользование частному лицу, причем в согласии о самих жильцах. Есть даже протокол общедомового собрания, на котором большая часть жильцов 81-го дома якобы высказалась за. Причем сами жильцы, как выяснилось, знают об этом почему-то не все, а свои фамилии в том самом протоколе, который извещен на сайте компании, найти не смогли. Управляющие компании не понимают, в чем проблема, ведь плата за лед самих жителей, уверяют, не взимается. Этот каток относится к этому дому, и они ходят бесплатно. А с остальных, потому что это плата за воду. А там как показывают прописку ребенок или как? Ну вот этого, к сожалению, я вам не могу сказать. Я иногда хожу, но там иногда собираю деньги, иногда нет. А ты сам лично платил, отдавал денежку? Да. Сколько? 50 рублей. Как поясняют юристы, если жильцы не согласны с работой платного катка, то они могут подать в суд. А пока жители боятся, как бы детскую площадку возле дома тоже не отдали безвозмездное пользование. Палентин Аскер, Алексей Фризин. Наши новости. Жители края, планирующие провести отдых на острове Хайнань, подвергают свой отпуск риску. Ситуация, когда туристов массово не заселяют в забронированные в России отели, может повториться, считает вице-президент региональной ассоциации туризма Наталья Гордеева. Она рассказала, что в начале и в середине ноября алтайские туристы уже столкнулись с тем, что прилетев на отдых, их места в отелях были заняты. Людям предложили варианты, уровень которых, по мнению Натальи Гордеевой, нередко был ниже заявленных. Ранее в подобной ситуации оказались жители Томска, а на днях почти три сотни туристов из Хабаровска трое суток ожидали вылета в китайском аэропорту, якобы из-за поломки самолета. Вернуться домой удалось только сегодня. Во всех случаях фигурировал один и тот же китайский оператор «Жемчужная река». Каждый турист взвешивает риски и решает для себя. Напомним, прямой рейс из Барнаула на Хайнань был открыт три месяца назад в августе. При этом старт полетной программы отменялся трижды. Певицей из Барнаула Анна Филипчук стала десятой на международном конкурсе «Детское Евровидение». Финал музыкального шоу состоялся накануне. Наша участница представила песню «Непобедимы». За хрустальный микрофон, главный приз международного конкурса, боролись 20 стран. Анна Филипчук набрала 122 балла. Для сравнения победительница «Детского Евровидения» 13-летняя Роксана Венгель с Польши по итогам голосования получила 215 баллов. К слову, второе место досталось Франции, третье за Австралией. Болельщики нашей Анны Филипчук, которые наблюдали за ее выступлением по телевизору, считают, что барнаульская певица достойна быть в лидерах. В любом конкурсе, к сожалению, помимо каких-то творческих вещей, на авансцену выходят не творческие, а, если угодно, политические и прочие подтексты. Но от этого никуда не деться, видимо. Роль свою это сыграло. По поводу победительницы, честно говоря, не произвела она на меня впечатление. По поводу места итогового. Ну какой смысл обсуждать, все уже произошло. Я не совсем согласен с результатами этого мероприятия. Но в любом случае, это опыт для нашей участницы. Я и добра желаю, и удачи. Осторожно, гололед. Пескосоляная смесь, которой в большинстве своем пользуются коммунальные службы, не особо эффективна. Но альтернатива есть. Это противогололедное средство нового поколения Stop Ice от барнаульской компании SIP-Химсервис. Технологов компании SIP-Химсервис на создание Stop Ice вдохновила сама жизнь. Производить современное противогололедное средство здесь начали пять лет назад. Параллельно с выпуском всевозможной бытовой химии и автовыми продажами промышленной химии. В лаборатории предприятия вся продукция, в том числе и Stop Ice, проверяется на безопасность и соответствие нормативам. Уже доказано, что Stop Ice не наносит вреда ни человеку, ни окружающей среде. По отличие от бюджетного варианта противогололедной смеси. Соль дает большую коррозию на металл. Также песко-соляная смесь загрязняет ливневые канализации. В Барнаульской школе номер 53 уже вторую зиму пользуются Stop Ice. Говорят, расход средства небольшой, при этом оно очень эффективное. Как скоро лед начнет таять? От 20 до 40 минут можно уже убирать растаявший лед. А от чего это зависит время? Время от температуры окружающей среды. И для сравнения, если песко-соляная смесь уже при минус 10 градусов замерзает и образует ледяную корку, то Stop Ice работает и при минус 30. Приобрести современное противогололедное средство могут как физические, так и юридические лица. По адресу город Барнаул, 9-й заводской проезд, 36L. Подробности по телефону, который на экране. Какой погода будет во вторник, узнаете прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды компания Evalar. Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови. Принимайте лекарства Cardioactive Taurin. Cardioactive Taurin от компании Evalar. Почувствуйте разницу. Evalar. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность, местами пройдет снег. Днем около 0, прогнозируют в Белокурихе, до минус 2 в Бийске и Олейске. 4 градуса мороза в Славграде и Тальменке. В Барнауле и ночью, и днем около 3 градусов ниже нуля. Возможен снег и южный слабый ветер. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Все новости к этому часу. До встречи.